Уважаемые зрители моих небольших роликов, особенно посвященных различным аспектам эволюции. Сегодня у нас достаточно интересная запись в довольно интересном месте. Я как раз нахожусь на берегу Волги, и сегодня мы будем с вами рассматривать вопросы выбора предпочтений. То есть о чём идёт речь. Современному человеку не очень много что интересно. Ну попробуйте, например, 14-летней девочке почитать высоко духовные, тонкие, любовные стихи. Ну, я надеюсь, вы понимаете, куда она вас пошлёт с этими стихами. Не любят наши внуки и дети этого всего. Они интересуются совсем другим. А именно, в чём дело? Дело в том, что вот эта тонкая лирика, которую я говорю, и вообще всякие личные переживания людей интересуют очень мало. Их интересует внешняя жизнь. Но при этом далеко не то, что интересовало людей столетия назад, или два столетия, или три столетия назад. То есть вот эта универсальная преемственность, она быстро меняется. И сейчас вопрос сводится к тому, а что, собственно говоря, хочет замечательный и сытый гоминид, то есть гомо-сапиенс-сапиенс. К чему он, собственно говоря, к чему стремится? Ну, к стишкам явно нет. К классицизму в искусстве явно нет. К некоторым ретроградным событиям, связанным с восстановлением даже старой архитектуры в старых районах города, он тоже не стремится. Не очень нравится. Ему нравятся совершенно дикие формы, странности. Они хотят удивляться и удивлять. То есть на этом построена практически вся масс-медиа, масс-культура и прочее. Ну, поскольку мы всё время говорили о биологических основах человеческого поведения, нужно сразу сказать, что если гоминицид, если соотношение самок и самцов примерно одинаково, то есть решаются сексуально-романтические проблемы, то почему-то начинаются совсем другие явления, которые относятся к области доминантности. А с доминантностью очень сложно. Потому что, с одной стороны, чтобы проявлять высочайшие формы доминантности, нужно иметь образование. Или обучаться физике, математике, химии. И много-много лет работать, чтобы тебе что-то пришло в голову, а потом ты смог это показать. Всему человечеству, который удивлённо принесёт на полосатом матрасе Нобелевскую премию. Хотя это может оказаться недостаточно. Или искусство. Ты должен много лет учиться классическому искусству, живописи. Ты должен осваивать сложные технологии, всего чего угодно. От там наскальной живописи и кончая современным, актуальным искусством. Всё равно нужно иметь культурологическую базу для того, чтобы самореализоваться. Опять слишком много времени, слишком большие расходы. Наш мозг не терпит этого безобразия. А сытость и решение простейших физиологических проблем, оно понижает так называемую духовность. Ну и что происходит? А происходит очень простая, интересная для нас вещь. Исчезают фундаментальные интересы. То есть, если мы говорим о науке, которой я занимаюсь, то больше всего вызывает интерес чудеса науки. То есть, это что значит? Любая глупость, которая не требует подготовки для её восприятия, воспринимается как откровение науке. Не важно, что она через три дня забывается и оказывается, как сейчас любят говорить, фейком. Или просто умышленным обманом для повышения отчётности по грантам. Или ещё каким-нибудь идиотизмом. Вспомните, сколько их было за последние пять лет. Это несчастье. То же самое, о чём я говорил, происходит и в области искусства. Искусство-то, если этому надо учиться, надо осваивать предыдущий опыт человечества. Ну или хотя бы его понимать. Иначе довольно сложно что-то создать. Но на замену этого приходит такое бесподобное, актуальное искусство. Ну тоже, то же самое, как нужны чудеса науки, чудесные открытия, чудесные события. То же самое в области искусства. Надо чудесное изобретение искусства. В своё время был такой фильм замечательный, где там сидел один из величайших артистов, брэнкл на рояле в доме у преподавателя консерватории. И объяснял старому профессору, что настало время, когда музыку надо не сочинять и писать, а её надо изобретать. И, значит, извлекал такую какафонию. Вот примерно то же самое происходит и сейчас. Это с чем связано? Что поиски простых чудес науки? Что поиски простых способов в искусстве самовыражения? Я говорю только о мозге, о его внутренних причинах, заставляющих это делать. Это на самом деле экономия энергии. То есть нужно что? Для того, чтобы создавать имитацию серьёзную, которая на долгие годы захватит человечество, нужно затрачиваться, нужно знать много чего в науке, много чего в искусстве. Проще создать какое-нибудь чудо, чудесное научное открытие, чудесное произведение искусства, которое, конечно, будет новым, его раньше не было. А потом написать ещё пяток или десяток томов о том, что ты хотел сказать в области науки или в области искусства. Ну, результат вполне понятен. То есть осмысление потом, а, так сказать, самореализация в начале. Но такие особенности мозга, к сожалению, они сейчас процветают, и ничего другого, как правило, наверх. То есть в масс-медиа и в массовую культуру не пробивается. И в массовую науку тоже самое. Вот, собственно говоря, почему я оказался в таком месте, сейчас греюсь на утреннем солнышке, рассказывая вам о сути таких важных вещей, как тайна предпочтения выбора. То есть что людям нравится чисто интуитивно, и чем они, на что они готовы тратиться, и чем заниматься. Вот, собственно говоря, этот вопрос, он довольно долго и сложно решается, даже с позиций энергетического баланса мозга, о чем можно рассказывать часами. Но в данный момент я должен сказать, что интерес к самой постановке вопроса, он существует. Именно поэтому я оказался в таком месте, где я читаю лекции вместе с Дмитрием Геннадьевичем Гутовым, выдающимся искусствоведом, я бы сказал, философом искусства, профессиональному художнику с многочисленными выставками, который настолько разбирается в истории искусства и в ее внутренней инфраструктуре, эволюции, так сказать, развития, что может только позавидовать. Я с удовольствием слушаю его лекции. Ну, надеюсь, он мои тоже. То есть некоторые вещи взаимообогащения происходят. Цель наших выступлений достаточно проста. Научить людей совершенно неподготовленных и далеких, как от науки о мозге, так и от искусства, искать личные предпочтения. Это самое главное. То есть дать в руки людям инструменты для этих поисков, а также базовые понятия, без которых эти предпочтения определить невозможно. Вот эту всю идею на самом деле придумал не я, это придумал как раз организатор этого всего процесса, Алексей Петрович Абрамов, который, собственно говоря, и создал все то, что вокруг меня окружает, и придумал вот такую форму для сотрудников, коллег, которые, мне кажется, их в какой-то степени обогащают. Может быть и нет, но то, что мы можем, то и делаем. Но расширение индивидуального права выбора каждого человека, я считаю святым долгом, как человека искусства, так и человека науки. Поэтому могу только поблагодарить его за предоставленную возможность. А вам хочу пожелать таких же руководителей, которые смогут сообразить, что сотрудники живут не только биологическими принципами еды и доминантности, но иногда хочется найти чего-то того, чего у тебя еще в голове не было. Таких людей, которые это понимают, на этой планете единицы. Надеюсь, что вы с такими встретитесь и сможете получить те же удовольствия, что и наши слушатели. На этом до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok